Государственный деятель, дипломат Валерий Цыпкало. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы вышли с нами на связь. Валерий, очень хотели вчера вас включить, к сожалению, у вас не получилось. Скажите, пожалуйста, вы в Украине, сейчас в Киеве? Да, в Киеве. Скажите, пожалуйста, наверное, первый вопрос, который больше всего интересует украинцев, может быть, и белорусов, почему вы в Киеве, а не в Минске? Ну, против меня открыто уголовное дело, и, естественно, что если я появлюсь сейчас в Минске, я буду немедленно арестован. Вы знаете о том, что большинство оппозиционных политиков сейчас сидит в тюрьме, находится в СИЗО. Я не хочу делать Лукашенко подарок с тем, чтобы он и меня тоже арестовал, поэтому я покинул Республику Беларусь. Сейчас веду деятельность за ее пределы. Считаете ли вы, что отъезд Тихановской из Минска – правильное решение? Ну, ей не оставили никакого шанса, как, собственно говоря, и не оставили мне. То есть на нее надавили психологически, показывали ей фотографию детей, не знаю, в каком контексте. Возможно, ей говорили, что вот, если ты не уедешь, ты их не сможешь увидеть там 8 или 10 лет. Показали, наверное, фотографии ее супруга, который по две недели проводит в карцере, то за то, что он паутину в углу не убрал, то за то, что он не побрился. Карцер, если вы не знаете, это тюрьма в тюрьме, где нету даже где полежать, где нету поспать. Поэтому он потерял около 50 килограммов веса, как говорят. Поэтому я думаю, что она, увидев его фотографию и понимая о том, что может произойти в тюрьме, его могут пичкать специальными лекарствами, которые его мозг превратит в овощи, я думаю, что ей ничего не оставалось, кроме как покинуть страну. Держите ли вы с ней связь? Моя супруга, да, она держит связь со штабом Тихановской. Сама Светлана сейчас ни с кем не общается. По тоже вполне понятным причинам она находится под глубоким стрессом. В социальных сетях распространяют такую версию, что Светлане на вот этой встрече закрытой якобы продемонстрировали некую аудиозапись ее коллег по движению, которые якобы говорили о том, что она должна стать сакральной жертвой. Насколько вы верите в принципе в такую версию? Насколько это вероятно? Да нет, конечно, какие сакральные жертвы? Здесь все гораздо более примитивно, все гораздо более проще. Здесь используется шантаж с применением как бы самых мерзких и низких способов, с использованием детей, с использованием супругов. То есть надо понимать о том, что это грязь. Власть грязная, мерзкая, низкая, что она не чурается никакими способами. И она точно далека от всяких религиозных представлений. У нас в студии сейчас популярный в Украине журналист Олеся Бацман. Хочет обратиться к вам. Пожалуйста, Олеся. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я сейчас сталкиваюсь с тем, я вижу, как белорусы обижаются на украинцев, на большое количество украинцев, которые не поддерживают протесты в Беларуси. И объясню почему. Потому что они видят среди лидеров протестов явный российский след или российский уклон. А для Украины, которая 6 лет находится в состоянии войны с Россией, для Украины, у которой Россия украла Крым, и у нас 14 человек погибших, естественно, что Россия становится такой красной тряпкой. Вы, как один из лидеров этих протестов, как человек, который из Беларуси уехали в Москву, как человек, который заявил сегодня, что в Украине гражданская война, как человек, который написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь в этих протестах в Беларуси, понимаете ли вы, что вы такими словами и действиями укрепляете украинцев в мысли о том, что протесты в Беларуси проводятся людьми, которые являются пророссийскими. И если вот такие люди, как вы, придут к власти, не будет ли это означать, что Беларусь тогда уже точно станет сателлитом России, и у Украины появится еще тысяча километров не с Беларусью, а с Российской Федерацией? Нет, это ничего не означает такого. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мы, конечно, прежде всего исходим из национальных интересов Беларуси. Что касается письма Путину, то надо понимать, что я написал письмо и Зеленскому, и Анджею Дуде, и Ангелу Меркель, и Борису Джонсону, и Дональду Трампу, и еще 30 лидерам европейских стран. Я не просил вмешиваться в внутренние дела Республики Беларусь. Я просил только требовать от Лукашенко проведение свободных демократических выборов, где каждый был бы убежден в их результатах. Ничего больше в этих письмах не содержалось. Нас очень обидело и, в общем-то, ввергло большое разочарование тот факт, что Путин признал Лукашенко и поздравил его, хотя прекрасно российское руководство осведомлено в том, что произошла полная фальсификация выборов, что Лукашенко не победил в результате всенародного голосования, только он делал то, чтобы эти голоса были у беларусов украдены. И в этом состоит смысл протеста Беларуси. Мы не ведем сейчас споры в отношении того, кто и какую позицию будет занимать. Мы сейчас говорим о существовании консенсуса в нашей стране в отношении базовых ценностей. И эти базовые ценности заключаются в том, что диктатура Лукашенко должна закончить свое существование, он должен уйти, и у нас в стране должны проводиться выборы с участием всех людей, которые хотят принимать участие в политике. В том числе тех, которые сидят сейчас в СИЗО, в том числе тех, которые не могут сегодня говорить. Мы просим освободить также всех журналистов, всех блогеров с тем, чтобы каждый смог выразить свое мнение в отношении как внутренней, так и внешней политики. Что касается моего отношения к событиям в Украине, это является не более чем терминологическим спором. Мы осознаем тот факт, что нарушены нормы международного права. Я сам когда-то ратифицировал Будапештский протокол, когда выводили ядерное оружие из Республики Беларусь. Я понимаю, насколько сложно шел этот процесс. Я понимаю о том, что и Россия, и Франция, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки, они выступали гарантом территориальной целостности и Беларуси, и Украины, при условии, что ядерное оружие будет выведено из наших территорий. Я понимаю, что этот протокол выбросен просто в мусорный ящик. Точно так же, как были выброшены миллионы голосов, которые отдали беларусы в поддержку Светланы Тихановской. Точно так же, как выбрасывались сотни тысяч голосов, которые были отданы в мое выдвижение как кандидатам в президенты. Я понимаю, что существует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с членами или участниками, которой мы являемся. Я знаю о том, что в этой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также были установлены принципы нерушимости границ, сложившихся после Второй мировой войны, а позже и в результате распада Советского Союза. В этом является моя принципиальная позиция. Что касается терминологического спора, то это мое видение. Возможно, я не прав, потому как мы видели о том, как гражданская война в России в свое время, в Российской империи, вовлекала большое количество стран во внутриполитические конфликты. Они возникали как внутриполитические, а потом становились внешнеполитическими, когда входили вооруженные силы Германии на территорию Беларуси и на территорию Украины. Мы это тоже хорошо знаем. Поэтому каким образом там мы можем вести спор? Это вопрос вторичный или, может, третичный? Мы просто не договорились о терминологии, а когда мы не договорились о терминологии, у нас может возникнуть и путаница в понятиях. Валерий, буду благодарить вас. Олеся, уточняй еще вопрос. Не, ладно. Да. Валерий, спасибо большое. Валерий Цепкало был с нами на связи.